Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье у нас самих», где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и можете улучшить все сферы жизни при помощи моих практик и медитаций, а также вы можете исполнить любое свое, даже самое невероятное желание в плейлисте «Исполнение желаний». Много ритуалов, практик и настроев, поэтому пользуйтесь. Ну и, конечно, если нужна помощь, я всегда тут. Мои контакты под каждым видео. WhatsApp, Viber, Telegram. Я во всех соцсетях, поэтому вы меня можете найти. И, конечно же, на личной консультации мы рассмотрим именно вашу ситуацию. Ну, как вы видите, золотая ривьера госпожи Ленорман, значит, любовь-морковь. И сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и улыбнитесь. Ну, а я посмотрю, что же произойдет с отношениями, с любовью до конца года. До конца года не так много времени, но как раз вот такие расклады, они, в принципе, и самые точные. Хочу, как всегда, сказать, что это расклад общий, его точность зависит только от вашей энергетики, интуиции и принятия. Если расклад не резонирует, значит, на канале есть огромное количество раскладов на похожие темы. Переходите и смотрите. Ну, а в принципе, я знаю, что большинство моих подписчиков именно остаются со мной, и они уже, вы уже со мной, нас уже 3400. Благодаря вам, благодарю, благодарю, благодарю. И уже расклады резонируют. Ну, и еще. Дело в том, что я к раскладам, картам, я подхожу как к инструменту для подключения к информационному полю Вселенной, чему вы тоже можете научиться на курсах по искусству предсказаний. Ссылочка на курс под каждым видео. Заходите, проходите и сможете, как я, сможете предсказывать не только на Таро, а также, как и я, на Рунах, на Оракуле, на Ленорман. Это, в принципе, любой инструмент. По той простой причине, что на курсе по искусству предсказаний вы изучаете именно схему, именно мироздание и как правильно подключаться. Вот, так что, еще один интересный инструмент. Если вы хотите, пожалуйста, учитесь. Ну, что, любовь до конца года. Ой, кто-то замуж выйдет до конца года. Карта выскочила, но это для кого-то из вас. Если вы уже в процессе подготовки к свадьбе, то, скорее всего, и свадьба произойдет до конца года. Хорошие карты скачут. Ну что, сосредоточились, улыбнулись, сделали себе комплимент, похвалили себя. Я, наверное, повторяю это много раз и часто. Ну, я считаю, что это нужно вам. Со временем вы почувствуете разницу в своем состоянии, и, соответственно, ваша жизнь будет все счастливей и счастливей. Ну что, смотрим, что же произойдет с любовью до конца года. Будут перемены, перемены будут, будут новости, будут встречи. Есть у вас кто-то в вашем окружении, кто очень хочет и ждет с вами встречи, кто стремится именно к встрече с вами. Сейчас я посмотрю дальше. Я почему-то начинаю по одной карте. Я понимаю, что по одной могу говорить много, но мне хочется видеть ситуацию. Поэтому я сейчас выложу несколько карт, и тогда уже буду вам рассказывать. Прекрасно. Смотрите. Для тех, кто в поиске или в ожидании, в самое ближайшее время произойдет знакомство, но мужчина будет не с вашего... Смотрите, я не говорю, что он будет с другой стороны, хотя это тоже возможно, но мужчина будет не издалека. Вот так я могу сказать. Кстати, даже если вы живете в одном городе, вот, например, живя в Торонто, у нас это огромный город, поэтому, когда мужчина с другой части Торонто, то это тоже издалека, по той простой причине, что бывает, что до него на машине где-то час-полтора, понимаете? Вот это я здесь вижу. В принципе, это как для девочек, так и для мужчин. Я просто, я все время повторяю, мальчики, вы не обижайтесь. Если я говорю больше для девочек, но я, в принципе, всегда, если есть какая-то специфика в раскладе, именно для мальчиков, я это озвучиваю. Поэтому, для тех, кто в поиске или в ожидании, в ближайшие от одной до трех недель вы будете иметь возможность познакомиться с мужчиной, точно так же для мальчиков вы будете иметь возможность познакомиться с женщиной. Для мальчиков сейчас говорю, смотрите, у вас есть два варианта. Вы можете познакомиться с женщиной, или у вас еще в вашем окружении есть женщина. Единственное, что такое ощущение, что вы уже встречались, но не встречались именно, что были какие-то отношения. Вы встретились, увидели друг друга и разошлись, как в море корабли. Так вот, вы, скорее всего, неожиданно как-то, вот знаете, как, ну, не бывает, неожиданная, ожидаемая неожиданность, или наоборот, вы увидите эту женщину, и вы, вам она как бы понравится, и вы захотите с ней познакомиться. Для вас, девочки, вы ждете. Для тех, кто уже в отношениях, встречи, будут встречи, вот я вижу, через неделю встречу, и через три недели встречу. Вы, и почему такие редкие встречи, я вот ваши же мысли читаю, я отвечаю на вопросы ваших мыслей. Вот, такие редкие встречи, потому что вы почему-то ситуацию слишком крепко держите в своих руках, девочки. Отпустите ситуацию и не ждите. Я потому что, я вижу из полного расклада, что мужчина, мужчина очень хорошо к вам относится. Если вы уже встречаетесь, то у мужчины даже в голове уже, знаете, как вырисовывается план, что же делать дальше, куда идти дальше. А куда идти дальше, это имеется в виду какое-то предложение, это даже может быть предложение руки и сердца. И вот это я тут вижу в пределах месяца полтора. Для тех, кто уже встречается, и у тех, у кого нормальные отношения. Единственное, что я же говорю, на сегодняшний день вы почему-то очень сильно ждете этих встреч, тем самым они, вы их отталкиваете. Так вот, предложение руки и сердца, предложение о совместном проживании. Если вы только начали встречаться, даже, я знаю, что в Канаде это тоже поступают, такие предложения, предложения, чтобы стать ближе, это бойфренд и герлфренд, это как-то какое-то, ну, не обязательство, но уже пара. Вот, чтобы вы стали парой. Это все может произойти до конца года. Для мальчиков. Для мальчиков тут получается наоборот. Если вам девочка нравится, то это все должны делать вы, потому что девочка вам этих предложений, скорее всего, не сделает. Хотя знаю, что в Северной Америке такая практика тоже существует, но так как мы все-таки русскоговорящие, мы привыкли как по старинке. Да, девочка может знаки внимания оказывать мужчине. Вот, и тут я же говорю, вот тут я вам хочу, девочкам, девочкам хочу сказать, не смотрите в окно, если ваш мужчина там не выходит на связи, что вы, вот тут еще я вижу, при всем при том, что вы хватаетесь за ситуацию, вы сами вообще никак не действуете, вы вообще смотрите в другую сторону. Опять же, если этот мужчина вам не нравится, то тогда я это все понимаю, может вы просто принимаете эти редкие встречи, и тут я еще вижу ситуацию, что у некоторых из вас именно мужчина женат, и тут я опять же понимаю, почему встречи редкие, вот, а для всех остальных, я же говорю, я уже рассказала, если вы загадали партнера или партнершу, это муж или жена, то девочки вы ждете, вы ждете какой-то поездки, и до конца года эта поездка может состояться, главное, вот тут еще хочу сказать, девочки, если это ваш муж, главное, не давите, не давите, легче, легче, вот я же чувствую эту тяжесть, это давление ваше, я прекрасно все это понимаю, опять же, вы же понимаете, что пока я пришла вот к тому, как я сегодня строю отношения с мужчинами, взяло очень много времени, много работы над собой, много умных книг читала, и с многими коучами, и тренерами я работала, и много курсов проходила, и из опыта других людей, с которыми я общалась, и в форумах, когда я училась, я пришла вот к этому, уже можно сказать, моему осознанию, и очень хочу, чтобы вот как мальчики, и девочки, так и девочки, вы осознавали, что медом можно достичь в сто раз большего, чем дегте, деготь может испортить, а мед никогда, ведь когда вы мудро, ласково, и подходите к ситуациям, и к отношениям, то вот эти две карты, это солнце, и это бракосочетание, можно даже сказать, но опять же, это два сердца слились в одно, и я поэтому и говорю, что возможно все, при вашем правильном отношении, а вы мальчики, я вот хочу вас попросить, мальчики, все-таки, если вам девушка нравится, если вы хотите строить отношения, с девушкой, все-таки, при всей занятости, при всем, при всех вот этих, я же вижу, как вы как белки в колесе, мальчики, при всем при этом, написать смс, берет две минуты, а вы не представляете, какое счастье в душе у девочки, когда она получает ваш смс, поэтому остановитесь на эти две минуты, звонок берет пять минут, позвоните, два слова, два слова, и вы просто осчастливите девушку, девушку, вот как-то так, поэтому смотрите, изменения в личных отношениях, в сфере любви, да, возможны, да, для девочек, я рассказала, для мальчиков тоже, поэтому, работайте над отношениями, работайте над встречами, и, конечно же, принимайте, принимайте счастливые перемены в личной жизни.